Всем привет, это подкаст eWebDesign. Сегодня 6 июля 2015 года, выпуск номер 45. Всем привет. У нас сегодня есть несколько громких тем. Давай, Никита, начни. Почему-то Яндекс убрал Яндекс.Острова. Да, Яндекс отказался от островов. Убийца островов. Поговорим о скольких-нибудь десяти качествах, которые должен уметь дизайнер. И я даже не знаю, что из этого такое... Фейсбук сменил логотип, давай. Давай, давай. Погнали. Так, ну, кроме этого, у нас убийца всех безлимитных хостингов есть новость. Поэтому послушаем джингл небольшой. uWebDesign и хостинг-провидер smarttape.ru объявляются в местную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе товары-услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать. В поле промокод ввести uWebDesign506munlim и указать какой-нибудь период оплаты. У нас все сегодня убийцы, да, я не понимаю. Как обычно, конечно. Так вот, новость звучит так, первая. Я сейчас положу микрофон, чтобы переместить... Ну, хотя, ладно, не буду. Я хотел переместить с другого экрана хоткеями, как мне советовали в суперпрограммах, но перенес уже вручную. Так вот, почему Яндекс все-таки заморозил острова, разбирали специалисты компании Ашманов партнеры. У нас открыта статья, а мы сейчас будем uWebDesign и партнеры разбираться. Короче, для тех, кто не знает, короткая справка. Яндекс острова, технология для поиска, дополнительные сниппеты, так скажем, в поисковик. Они хотели сделать. Ну, точнее, они и сделали их немножко. На beta.yandex.ru они всегда были доступны последние пару... Последние пару... Последние пару лет битторент вылетел. Угу. Вот. И как бы были, ну, в принципе, удобные. Я даже, мне кажется, нажимал. Я даже специально тестил на тех сайтах, которые мы делали, чтобы как-то, ну, в будущее... Я смотрел в завтрашний день, чтобы как бы хотя бы базовый остров типа компании работал там, local, который карту показывает сразу же и так далее. По-моему, потом частично они на Турции даже тестировали, как обычно, что у них эти острова работали прям по полной. Вот. И к настоящему моменту из поисковика, я в фактуру просто скажу, ушел делавший Яндекс.Астрал Булат Каримов. Ты думаешь, что прям вот это главным послужило? Ну, не знаю. Вообще, на самом деле, если мы с тобой вспомним, Google недавно представила вот эту свою хрень тоже, которая справа появляется. Угу. Реально, у него было какое-то название, мы это даже обсуждали в каком-то из подкастов, что Google Knowledge или я это в паблик постил. Ты не, я про Knowledge не помню. Да прямо у них лендинг. Ну, дожди, давай. Давай, давай. Мы же с тобой интерактивные человеки. А что, у тебя интернет есть? Ты заплатил, что ли? Вот, видишь, Google Knowledge, реально. Ну, давай, давай, я что-то понимаю. Knowledge, граф, граф, знание, семантическая технология, там, бла-бла-бла, которая... Google хрень справа, короче говоря. Ну, окей. Вот. Это на самом деле был... Как мы с тобой тогда это обсуждали, ответ Яндекс... Убийца Яндекса островов в Гугле. Ну, и как-то, видишь, они приостановили. Тут сказано еще, что они убрали из доступа инструментарий для создания. То есть они даже... Самое главное, что да, что ты... То есть ты как веб-мастер не можешь себя запастить в острова. Да, 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 да. И понимаешь, знаешь, в чем дело? И тут, значит, какие предположения? В апреле еще были эти слухи. И вот теперь еще и ушел Булат Каримов. И все уже, не знают, как код писать теперь к островам. Ну, короче, в общем, они думают. Во-первых, это очень хорошая тема вынуть заново острова и сделать их платными, как вот здесь думают как раз и шмановы партнеры. Просто сделать уже это как платную услугу, чтобы... Какую-нибудь настройку на Директ. Угу. Яндекс.Штурвал. Ну, как бы Директ. Острово. Острова вот смешать. Да, да, да. Но вот, и почему-то вот они думают, что... Ну, как бы нет вообще официальной информации, из-за чего острова провалили. Или провалились, или просто убрали, непонятно. Но возможно, что вот пользователи не пользуются им. Именно реально, что вот нет активности. Да, да. То есть в бете мы с тобой сейчас смотрели, когда готовились. В 2013 году был промо-ролик. Я уж не знаю, в какой период там 13-го года, но... И в бете он с того момента реально был доступен. Я постоянно проверял, смотрел, думал. У меня даже был тикет в Трелло, чтобы был какой-нибудь... Сделать... Богатый гибридизайн остров. Но потом, когда я посмотрел, какие виды есть, там в основном самое прикольное, это для интернет-магазинов, для рецептов всяких. Ну, как обычно. Ну, да. Как и в Гугле, для схема орг-разметки, там рецепты круче всего, красивее всего можно сделать в островах. Мы рецепты не посетили, поэтому я отказался от этой идеи. А остров-статья, он нормально работал. Ну, можно, знаешь, был еще там поисковичок по сайту, типа. Да, но оно, по-моему... Ну, вот в Гугле для этого есть специальная разметка, которая в WordPress SEO-плагине, на которой мы делали обзор. Я даже сейчас не буду подсказку оставлять, потому что... Короче, знаешь, у меня есть... Да, у меня есть одно такое замечание. Нам нужен сейчас господин Бобук, нам он нужен. И он же всегда говорит, вот там в Гугл что-нибудь обосрались. Вот мне теперь надо, чтобы он сказал Яндекс обосрались. Ну, ты же понимаешь, а если он знает, что у них это готовится как суперкрутой платный сервис, то он только поржет тебе в лицо. Он, да, он поржет и скажет, так я еще из-за этого буду новую машину себе покупать. Вот именно, поэтому о чем тут говорить. Тем более, вот Игорь Ишманов обратил внимание на мобильный интернет. Трудно сказать, почему острова не заработали, поскольку мы не видим данных об активности пользователей, веб-мастеров, которые есть у сотрудников Яндекса. Возможно, пользователи не понимали, но это понятно, это то, о чем мы говорили. Что касается интерактивности поиска, следующая волна нововведения не обязательно у Яндекса, будет на мобильниках. Где экономия места и нажатие кнопок очень важна. Но Google уже ранжирование сокращается своим мобайл-гиддон-алгоритмом. Или как же он по-русски-то называется? Не важно. Короче говоря, мобильный алгоритм, который уже убирает из выдачи сайты, которые дерьмово на телефонах открываются, уже как-то работают в эту сторону. Так мы и в прошлом подкасте говорили, что слоу. Слоу, да, точно, точно. Вот там выдача активного виджета, продолжаю я цитировать Игоря, вместо пассивного сниппета может быть очень эффективный. То есть будет не просто пассивный сниппет, а исходя из какой-то разметки, и сразу кнопка там купить, заказать. Мы, кстати, это тоже с тобой обсуждали, что Google прямо внутри поисковика, возможно, покупки сделает. Да, убийца Амазона. Да, да, убийца Амазона и eBay. Да, да, да. И там уже половина всего трафика, по крайней мере, в Азии, заканчивая я цитировать Игоря. То есть в Азии уже половина трафика телефонной, тем более, что там все любят здоровые телефоны. У них уже телефон, как мой ноутбук. Поэтому, как бы, в принципе, трафик-то тот же самый. Ну, давай, у нас мы с тобой, причем, как-то долго опять идем. Не то, чтобы я хотел очень быстро это все сделать, но хочется как-то емко-хлестко все делать. Ну, давай, чеканно. Да. Что должен уметь дизайнер? Статья на Envato Market Blog. Envato Market Places, кто не знает, это крутая штука для продажи тем, плагинов для WordPress, jQuery плагинов, видосов в After Effects, точнее, заготовочек под видосы. Ну, скоро одежду, мне кажется, будут продавать. Убийца продаж в Google будет здесь. Да, да, да. Джейк Рошляу, я не знаю, как правильно читать его, но я его статьи вижу вообще везде. Начиная от блога Тима Трихаус, заканчивая на Smashing Magazines. Он писал, вот здесь тоже отметился. Так. Вот. Чек-лист скиллов и инструментов, которыми должен обладать дизайнер. Здесь очень много всяких типа там, будьте крутым дизайнером, ня-ня-ня-ня-ня-ня, не будем сильно долго на этом останавливаться. Early Stage Sketching. Набивайте руку всегда на начальных каких-то скетчах и набросках. Я понимаю, что зачастую наши заказчики, их не очень интересует этот этап. То есть вы им говорите сразу цену, которая их устраивает, причем их устраивает, естественно, маленькая цена. И за эту цену вам нахрен не надо вот это все рисовать, показывать, на всех стадиях пробовать. Но если вы уже работаете в какой-то серьезной компании или если вы хотите сами качать эти скиллы и попасть в серьезную компанию, где уже так делают, хотя бы на своих сайт-проектах делайте такие штуки, это очень круто. Да, по-любому, для себя. Хотя бы, да. Вот я тоже себе в свое время покупал такой большой блокнот, и каждый сайт, который мы делали, я так прорисовывал, но мобильные приложения мы не делали. Но парочку media queries, ну, то есть как будет выглядеть, где, я тоже рисовал, хотя на телефоне уже примерно одинаково это все выглядит, но тем не менее. И здесь вот тоже есть примеры, что вот супермодная вот эта бумага, которая не в клеточку, не в линейку, а в точечку, чтобы ты мог ее сам соединять, чтобы у тебя сильно много линий не бросалось в глаза. То есть тут удобно все с пояснениями. Я еще разными гелевыми ручками, или как там Саня это называет? Помнишь, он эти ручки гелевые, тонкие, как-то называет особо? Да-да-да. Как корректоры, только как-то... Да-да-да, я не помню. Я тоже не помню. Напишите в комментариях. Да, напишите в комментариях, как крутые дизайнеры... Ставьте лайки. ...называют вот эти тонкие гелевые ручки. Ну, в общем, у меня такие, пиксельные векторные программы. Это и так очевидно, то есть Adobe... Flash. Да, Flash обязательно. Это самая главная пиксельная векторная программа. Ну, как минимум, фотошоп и иллюстратор я бы рекомендовал. Индизайн для верстки газет, там, я не знаю, журнал, Dreamweaver не стоит. After Effects, Fireworks, уже все, забудьте. After Effects, это, конечно, круто. Flash, это не круто. Старая какая-то картинка. Ну, а может быть, просто ему понравилось, что тут картинка, на котором Creative Suite весь... Не весь, частично здесь, например, премьерки нет. Ну, ладно, неважно. Скетч тоже обратите внимание. Хотя, опять же, теперь в фотошопе с Creative Cloud 2015 появились типа артборды. Как же они там называются? Я уже забыл. А, они, по-моему, так и называются? Ну, нет, артборды они в иллюстраторе называются. Здесь они как-то тоже называются. Каждый день вижу, каждый день и забываю. Фотошоп-борды. Фотошоп-борды, да. Ну, тем не менее, кто-то все еще любит скетч, предпочитает думать, что лучше один раз сотку отдать за программу, чем платить каждый раз по полторы штуки каждый месяц. Ну, не долларов, а рублей. И маг еще купить. А, ну да, согласен. Ну, для тех, кто как бы уже, да. В общем, скетчем многие пользуются. Учитесь вообще по типографике. Ну, не обязательно каллиграфии, то есть рисовать, там, что-то это. Просто учите шрифты, думайте, пробуйте, смотрите. Пробуйте править, кастомайзить шрифты. Хотя вот мы пробовали в свое время, реально так делали, там, дефолтные шрифты, типа папируса, который, на самом деле, осточертел, но в тему подходил для некоторых вещей. И мы правили букву К, например, и помнишь, убирали у нее вот эту длинную верхнюю палку, которая бесит. На самом деле, лучше так не делать, потому что шрифты все-таки делали чуваки, которые шарят. И если вы будете править генетику или проксима нового, ничего хорошего из этого вряд ли выйдет. Получите теорию света и пробуйте сочетать цветовые схемы. То есть удобно очень кулером пользоваться, который, или он сейчас Adobe Color, по-моему, называется. По крайней мере, на телефоне у меня приложение с кулера сменилось на Adobe Color, а в Photoshop и Illustrator, по-моему, все еще кулер называется. Точно не берусь утверждать, но там несколько цветовых схем можно сохранять, их переименовывать и так далее. Плюс есть куча онлайн-тулзов, ну, их просто, их реально бесконечное множество. Вот... Кому что нравится? Да-да-да. Кстати, пишите в комментариях, какими вы пользуетесь. Я последний раз пользовался Coolers, ну, то есть, типа, Cool Colors, понимаешь, да? Так, а где они? Ну, давай, Coolers, что-то нет у тебя. Ну, хорошо, я сейчас вот буду 2 О использовать, то есть в этом делаю я одну лишнюю. Вот, Coolers.co. И здесь он тебе, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, старт в генератор. Он тебе, окей? Нет, Skip Tutorial. Короче говоря, он тебе генерирует по нажатию пробела цветовые гаммы, ты можешь залочить какой-нибудь, что вот этот болотный тебе понравился, и тебе относительно него пусть генерирует и так далее. А, сидишь, балдеешьин. Да, можешь там что-нибудь тут менять, тут PMS, например, можешь менять. Почему не на красный? Сегодня 0 PMS, да. Ну, вот как-то так. Короче говоря, можно менять, местами переставлять. Вот я этим последние разы пользовался, но Adobe Cooler тоже очень крутой. Compositional Arrangement, как, ну, это, это на самом деле все принципы дизайна, я когда-то про это даже статьи писал, о том, что, типа, как white space использовать, как там что переставлять, что можно всегда иерархию построить не только цветами, но и толщиной шрифта, размером, то есть это все, размером, в принципе, всегда можно иерархию построить. Ну, да, да. Построить. Ну, и самое главное, самый главный вывод, Practice Makes Permanent. Практикуйтесь, и ваши все скиллы, они станут постоянными. То есть всегда и очень много еще на крутых таких тоже блогах мотивационных все время статей по поводу того, что сайт проекта – это наше новое все. То есть не стесняйтесь, если вы хотите стать реально хорошим дизайнером, свободное время посвящать каким-то таким мелким проектам, я не знаю, даже если вы еще одну хотите такую же тулзу по генерации цветов написать, напишите ее, перед этим спроектируйте на бумажке и вообще вот по всем шагам здесь пройдитесь, будет очень круто. Да, и делитесь с нами в комментариях своими всякими штуками крутыми. Просто как вот встаетесь с утра, как чётко. Так сразу к нам в комментариях. Чётко, да, 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 да. Вместо работы. Крупные редизайны. Наша тема следующая. Крупные редизайны. Знаешь, это, я не знаю, даже, блин, что-то хотел сказать, что, ну, вообще крупные редизайны. Короче, мне нравится, что здесь начали с нашумевшего, с нашумевшей музыки у Apple. Да, Apple Music у нас сегодня, опять же, такой тонкой нитью сквозь весь подкаст будет идти. Да, да, да. Иногда толстой нитью, потому что там прям про него будет тема целая. Вот, допустим, как редизайнили. А к чему мы, кстати, это у нас же просто тема про дизайн? Просто про то, что вот за последние несколько дней, за неделю, несколько вещей подверглись редизайну. Ну и вот, например, Music, Apple Music. Раньше это все выглядело как с иконочкой iPod еще в те времена, когда, в принципе, из-за iPod все началось. Так и приложение iPod называлось. Прямо на iPhone приложение iPod называлось. Вот, по крайней мере, мы с тобой сто пудово застали. Я прям помню это. А потом, я, кстати, не помню, я не застал с иконочкой iPod, но я застал с 5-6 вот этой иконочкой. Это точно, с оранжевой. Ну нет, но я при всем уважении. У нас же были с тобой четверки. Ну хорошо, у тебя был iPod времени четверки, и там была четвертая iOS, и там тоже вот именно эта иконка была. Да-да-да, и все было с кевоморфной, и вот, смотрите, как развязано. Причем 7-8, мне нравится, что развитие, это не особое. Но там, понимаешь, градиент местами поменяли. Я вот, если бы сейчас, ты видишь, там оранжевый полоски, ты встал сверху. Да, я вижу этот цвет, да. Ну, я говорю, градиент направили в разные стороны. 9, кстати, непонятно, к чему это они клонят. Не, ну понятно. Apple Music сервис вышел, и они вот так сделали, причем... Нет, а что здесь как бы, ну да, но почему? Радужка. Причем к этому и клонят. Тут еще, видишь, о чем нам говорят? О том, что на презентации-то была вот такая иконка. А потом, когда выпустили в релиз, все-таки обратили немного, чтобы не так много радужки было. Ну, просто стильнее смотрится даже вот правая, чем левая. Ну, естественно, левая, она прям как обухом по голове, и на самом деле просто очень слабый контраст с ноткой. Нотка теряется. Да, да. А ты, кстати, покажи, у тебя же в панелечке ты можешь навести сейчас. Да, да, вот именно такая до релиза и дошла. Угу. Так, давай, что кроме Music это что-нибудь происходило еще? Вот здесь еще. Все, кнопочки были вдавлены, сейчас выпуклые, плоскенькие. Причем, да, плоскенькие. То есть, вроде, вроде нечего уже делать, да, в плоскеньком, а все равно изменяем. Ну, градиент сделали. Здесь вот не было четкой границы, у градиентов есть, есть семяки. И как-то, знаешь, выглядит, как будто какой-то джуниор-дизайнер что-то нарисовал, и все. А потом пришел Джонни Айв и все-таки подправил, что снизу должна быть черная хрень, а сверху белая. Это вот все, кто еще, как я, застал вот эти статьи трехлетней давности, там, лучшие CSS-3 кнопки, там, вот это все. Все знают, что нужно снизу делать черную границу, а сверху белую внутренней тенькой, там, в один пиксель. И тогда оно более выпукло и более прикольно смотрится. И просто как-то повзрослеешь, что ли. Вот когда этого не было, реально, ну, не знаю. Согласен, есть эффект, есть некий эффект. Вот Facebook, который мы будем дальше еще обсуждать. Мы еще отдельно, да, поговорим. Ну, ладно, да, вот Spotify сменили. Во-первых, стало более плоско, потому что нет никакого отражения. Там, видишь, на зеленом раньше было некое отражение, а сейчас просто, ну, и цвет поменяли. Ну, да, более молодежь, да. Ну, они еще, видишь, сказали, что у них, в принципе, это их новый брендовый зеленый. То есть они бренд-бук сменили. Да-да-да, то есть вот они здесь, если мы посмотрим, то у них есть прямо картиночка на дряблом от их команды, я так понимаю, вот так вот. Без CSS. Да, видишь, от их команды прям, improved Spotify green. То есть они улучшали зеленый. Ну, не хрен собачий. Не, это освежили, это фреш. Кстати, да, Spotify фреш. Причем, опять же, чтобы еще после релиза Apple Music как-то к себе внимание... Кстати, когда это было, может быть, действительно недавно? Вот прям недавно, потому что здесь у этого шота есть дата 16 июля. Прям вот, ну, июня, точнее. Я что-то сейчас подумал, что 16 июля еще как-то не наступило. Ну, июня, июня. То есть вот недавно, после Apple Music, одновременно, Apple Music 30-го вышла, но про то, что он выйдет, они уже знали 16-го, я думаю, все-таки. Так, давай дальше, что там? Чего еще? Небольшие такие редизайны. Это вообще о чем сейчас? New Color Palette and Color Combinations. Не знаю, чья-то комбинация. А, это все просто Spotify. Мы с тобой не очень активные пользователи Spotify, видимо, там как-то... Так бы мы зашли и знали, что, блин, нихрян сфер. Блин, на то иди, да, синей же вот этот тебе последний раз. Не тот там, он беспонтовый. FF 2258 там, а вот 59. Какая-то жесткая хрена, которая не знает. Это, ну вот, есть такой стартап. Или я даже не знаю, как это назвать. Я просто не помню, что он делает. Давай посмотрим сейчас с тобой. Наверное, иконки. Ну нахрен. Icon Factory, давай, давай, давай. Web Design Icons. Ну, короче говоря, видимо, как фонд Awesome. Набор иконок, скорее всего, платный, в отличие от фонд Awesome. Судя по тому, что про них вообще отдельно что-то даже есть. Radium. Ну, короче говоря, они до хрена с кем работают. Возможно, они твиттеры сделали иконку. И Lego, если они нависовали, так это не будет. Да, возможно, это какие-то очень крутые чуваки, которые... Да. Ну-ка, зададим это яблой, просто чтобы мы понимали. У них, у них, у них. А где? Вот вверху. Вижу, давай. Сейчас там, сейчас, знаешь, просто там... Дизайн код high quality apps. О, Spock. Но это, видишь, нельзя. Там просто rip. А это... Ой, ни хрена си. То есть они еще и в пикселях. Ну да. Круто, круто. Ну да, дальше, что еще? Подожди, ну они что, реально делали... Например, ты просто вот здесь... Черт. Есть Panic у них. Это за диско? Да, которые коду, например, сделали наш редактор. Ну, может быть, не сами логотипы они делали, но какую-то работу для этих компаний делали. Че-то работали, да. Да, потому что я часто очень слышу, у них еще и свои есть приложения типа Twitter-фик. Это меня сейчас обдало институтскими нашими годами, когда Twitter только пошел, мы только мы с тобой там были из Челябинска, наверное. Ну не только мы, я утрирую, но тем не менее. Вау. Сейчас мы сковырнули. Вот они тоже сделали редизайн своей иконки, он стал более оплывший. Им сам Бог велел. Ну они icon factor, они должны каждый день перерисовывать свои иконы. Ну или наоборот, или всегда оставаться прям... Да, согласен. Тут какие-то весы, капучино, это Xcode App. Ну это этот, это не весы, это кофеварка. Ну я понимаю, хорошо, это рожковая кофеварка, но весы это смешно. Дроплер. Дроплер это че я забыл? Понятия не имею. Не-не-не, подожди, это че-то прям давай зайдем. Будем теперь на каждого. Давай, на секундочку, да, еще задержимся с этим. Какое-то приложение... Это, наверное, как этот... Это расширенный буфер обмена, он хранит несколько последних твоих копипастов, видимо. Ммм. Причем он их даже делает какими-то крутыми. То есть можно копипастить картинки, там, че-то ссылки и так далее. То есть... Дроплер, понятно. То, что обновили. Инстаграм, они, видишь, здесь о том, что собираются возможно обновить и иконочку в том числе. Ну, потому что, во-первых, они обновили внутри веб-мороду. Да, тут об этом сказали, что раз обновили веб-мороду, значит, жди того, что... Да. И вот тут вот это, мы с тобой не придали значения нам в паблике. И спасибо, что предлагали ролик про то, как создавались обои на Windows 10. Вот, новая обоинка. Знаешь, все же любят ставить с маков обоинки, да? А вот с Windows 10 как-то не сильно гремит всегда. Никто этот, как его, безмятежность не ставит. Вот. Не, ну только если в какой-нибудь троллинг. Там, знаешь, безмятежность и че-нибудь какое-нибудь яблоко там называется. Да, да, да. Я думаю, очень много было... Давай назовем так, фанфиков на безмятежность. Я думаю, очень много кто дорисовывал, перерисовывал. И вот тут обои на десятку. Что чувак сам делал это с помощью прям каких-то физических штук. Ну да, Motion Graphics Designer. Гмнук. Причем по ссылке релиз есть непосредственно просто обойка сама. Можно скачать постель. Ну, такая, 1920 на 1200 на iMac Retina. Представляешь себе на Mac поставить Windows? Ну, можно, но как-то я... Ну, не будем, да. Шутку я бы не оценил. Так, давай дальше. Про Facebook мы хотели углубиться, да? А, точно, точно, да. Хотели, я что-то пропустил неумышленный. Может, умышленный, даже не знаю. А может, умышленный, я не знаю. Редизайн немножко логотипа Facebook произошел. Вот так вот сейчас кто включит с этого момента случайно наш подкаст, даже и не поймет, о чем речь, потому что не так сильно отличается с первого взгляда. Мне А очень сильно бросил. Эй. Да? Если угодно. Я прям, меня покородило. Тебе вот нравится такая? Эй, вот честно. Ну, знаешь, с учетом того, что... Смотри, как я рассуждал, когда я сам себе этот вопрос сегодня днем задал, когда эту тему поместил. Facebook купил Instagram. В Instagram в вебморде используется Proxima Nova. В Proxima Nova такая А. Значит, можно. Ну, понимаешь, это как-то получается тобой, кто кем управляет? Это хвостом собака или собака... Собака хвостом или хвост собаки? Я даже не знаю, я здесь кто вообще. Хозяин собаки, собака или хвост? Ну, как это Instagram диктует моду Facebook? Ну, я так понимаю, что Instagram у него не сразу была Proxima Nova. Его фейсбучные дизайнеры уже так передизайнены. И это просто их был последний проект. И очевидно, что их покусали в какой-то момент на такой красивый sans-шрифт. Точнее, не на красивый, а на дефолтный sans-шрифт. И они все ждали, когда они смогут в Facebook такое замутить. Понимаешь, там же, опять же, скорее всего, про бабки. Они такие, а вдруг будет юзабилие техреново с этой буквой A? Все разбесли, да? Ну, опять же, все будут думать, что это фишинговый Facebook. Да-да-да-да-да. И вот как было, вот какая A, просто кто не помнит. И теперь стала такая. Ну, давай посмотрим на F. Главное же F. F почти без изменений. Только чуть потоньше стал. Похудела F. Ну да, да. Потому что остальные буквы разительно отличаются. Ну, буква B, во-первых, отличается. Все четкое стало. И E, и C. Ну, как сказать четкое? Дефолтное все стало. Ну да, дефолтное. И вот этим мне меньше нравится, например, если меня спросить. Оно поэтому и дефолтное, потому что четкое. Возможно, Arial это сейчас написано в Facebook. Это ужасно будет тогда. Ну, тут какая-то клавика, они все пишут. Сейчас, подожди. Может быть, это у меня уже другая клавика мерещится. Клавика. Дизайнер of Clavica, Эрик Олсен, говорит. Так. Они смотр... Они по... А, нет, шрифт клавика, это предыдущий был. Вот это был предыдущий шрифт клавика, и на нем основан логотип Facebook. То есть, возможно, чуть-чуть изменен, но основан на нем. Кстати говоря, это достаточно какой-то не сильно популярный шрифт и клавика. Ну, да. То есть, я вообще не слышал. И, кстати, он, Эрик Олсен, негативно отреагировал. Возможно, потому что ему Royal перестанут теперь платить. Вот именно. Ну, и все здесь... Многие комментаторы написали, что логотип такое говно, что лучше бы это была там, типа, шутка. Хоакс, как появляется? Хоакс, мне просто вот интересно. Я вроде владею языком, а слово обман, мистификация, розыгрыш, не знал. Ну, шутка, я правильно перевел. Ой. Да, ну, а тем не менее, вот такой у них новый логотип. Пишите в комментариях, что думаете. Мне кажется, они свою изюминку некоторую потеряли. Да, да, возможно. Ну, здесь как раз рассуждено, что F коснулось меньше всего изменений, но это и очевидно. У них же основное это F. Ну, да, да. Ну, тут, собственно, каждую букву разбирают. О чем здесь... Ну, ссылка всегда, как обычно, в описаниях. Наши слушатели в iTunes можете зайти на YouTube или на наш сайт. Там все ссылки к... Feel free, как говорится. Да, feel free. Все ссылки на темы там есть. Кстати, о слушателях в iTunes мы починили уже штуку. То есть, если вы зайдете, я прям продемонстрирую. Давай, в новом. Если вы зайдете в мои подкасты, и там наш подкаст, то там есть последний 44-й выпуск, который в среду аж выложили. Клин. Вместо понедельника. Клин у нас, да. Но, если мы с вами перейдем в... Показать в iTunes Store, то... Надо за деньги жрать. Какого-то лешего здесь все еще 42-й. Зато смотри, сколько у него популярность. Зато он популярный, потому что все ждут, хотят нового, все слушают последний. Непонятно, почему так, но, например, известный баг, что только 20 последних подкастов показывается. Инженеры Apple уже знают и работают над этим. Возможно, это пофиксится одновременно с этим. Возможно, сегодня, когда я... Или завтра, когда я добавлю этот подкаст в iTunes, вот тот выпуск, который мы пишем сейчас, он заново пушнет то, что лента изменилась сюда, и все обновится, но останутся 20. Не знаю, как это будет, но в вашем... В вашей ленте, если вы подписаны, уже есть новые выпуски. Пишите в комментариях вообще, как вы это видите, как у вас это прилетает куда-то там. Вы еще подписывайтесь, да, и обязательно подписывайтесь в iTunes. И ставьте лайки. Ну окей. Здесь есть картиночка еще, вот это уже, то, что новый логотип Facebook на вывеске уличной. Билдинг 20. Мы с тобой, причем, по деталям разобрали, что чувак едет в футболке React, то есть от Facebook продукта, и то, что у него Mac прямо в этом лежит. Причем, ты видишь, у меня такое ощущение, что Mac открыт. Просто или корзина реально косая, или это оптический обман? Я думаю, открытый, он, скорее всего, возможно, даже везет что-нибудь внутри, там, какую-нибудь хрень положил. Ну тогда он просто придурок, я не понимаю смысла. Флешки. Флешки. Ну, в общем, да, там, кстати, радуга у них сверху над входом, к сожалению. Вот это мы по составу не видели в прошлый раз. И там внутри, смотри, радуга уже. И лучше бы не видели, действительно. Да. Переходим в следующее. Apple обновил свой магазин. Не ахти какая новость, да, но тем не менее, очень быстро пройдемся. Вот есть что сказать, я просто сейчас проверяю. Причем здесь, все думают, что сейчас будет лакшери, новость про часы золотые, а новость-то будет про веб-интерфейсы практически. Мы сейчас будем, да, мы сейчас будем об этом рассуждать. И, кстати, к Игорю Ашману вот уже обратимся, там, кстати, на часах двигается все, чтобы вы понимали. Там парочка PNG-изображений с масками, и там вот на них гифка крутится, я так понял, по сурсам. Это вам не флэш. Смотрел чуть-чуть, да. Это, кстати, Никит, типа твоя тема. Я, конечно, могу. А, да, я просто... Давай-давай, нет, я просто читаю это самое. Так, это я играю случайно. Короче говоря, суть в том, что это мы просто зашли на магазин. Да. То есть обычно, когда мы заходим на магазин, мы привыкли видеть что-то вот типа такого. То есть ты зашел сейчас в Англию, давай-давай на русском показывай. Ух ты, ни хрена. Какие мне рекомендации? Прям знаю, что я клабмастер и хочу черные. Вот такая музыка меня еще интересует. Все знаю, вот именно. Короче говоря, я привык к тому, что... Хеллоу, Александр, потому что они-то знают, что я покупал на Амазоне последнее. Привыкли сразу к каким-то товарам, GoPro, айфоны, книги. Да, 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 да. А здесь мы видим обычный лендинг, потому что они великолепно работают вместе. Здесь вся продукция. Сразу Apple Watch естественно. Ты идешь как бы и получаешь кнопочки обычные, синие. Угу. И я даже не уверен, что... Еще Apple Music еще в сторе умудряются пропиарить. Мерзавцы. И тут как бы вот я не знаю, у тебя разбегаются глаза или... Нет, так а какая? Тут не в чем разбегаться на самом деле. Здесь все так расположено, что хочется просто все взять, что есть на странице. Каждую. Полный набор собрать все золотой. Вот такую взять, какая? Причем это... Вот объект. Четыре объектива, я заходил уже, читал, это четыре линзы в одном. Там... Можел слип? Да. Там оно, видишь, что так двусторонне вешается на айфончик. Какой подключишь, ты где подкрутишь, то и будет. За пять часов. А видео... Сменные линзы вот так на брелке носятся, там их несколько штук, там, то есть прям богатая штука. Богатая. Да. Че ты хочешь сказать? Я хотел сказать о видео, оно сквозь него тоже. Хоть как, но ты если уже надел поверх, то ты уже... Ну ты никуда не денешься. Да, тоже хотелось. Все в золоте. Я не могу, вот все в золоте. Это надо было на китайском. К Уиллу Уиттону можно обратиться, как к специалисту Apple, видимо. Да, да, да. Судя по картинке. Так вот, если мы сейчас, кроме шуток, перейдем, допустим, купить Mac. Давай. Там не будет сразу, опять же, гряда там, типа че. Но здесь, естественно, есть сверху кнопочки. И можно перейти на подробное описание отдельно это. И там уже будет выберите цвет, там бла-бла-бла, они подгружаются к картинке у них. Тут тоже никто не напишет в комментариях, это у вас хостинг безлимитный так хреново работает. Да, это у них хостинг безлимитный так хреново работает. Не, видишь, смотри, вот это первая, опять же, как бы посадочная полоса. Полоса, да. Реально. То есть ты попадаешь и ты еще не знаешь что. Ты просто купил Mac. Да, купить Mac. И тебе уже сразу советуют, какие у нас есть... И, кстати, советуют сразу вот этот вот, который тонкий клиент, золотой. Опять же, потому что так он золотой, поэтому его и советуют изначально. Да. Ты же с того еще лендинга пришел, там-то все в золоте. Там-то в золоте. Хочется, чтобы и здесь все в золоте. Слушай, айфоны хочу посмотреть, айфон не нажимал, вот просто в эфире. А, вот это да. Давай попробуем. Я тоже не нажимаю. Там сейчас, скорее всего. Там, а почему не золотой? Вот тут немножко, кстати говоря, тут все по-старому, мне кажется. Здесь все... Подожди, потому что это не Store iPhone, а просто айфон. Вот если я купить айфон, я зашел просто на лендинг айфон. Важно, не пустя, все-таки в золоте. В золоте, в золоте. Это, кстати, вот эти картинки, они из вот этой акции, знаешь, Made with iPhone. Типа, засылайте нам супер-охранительные картинки, которые вы сняли с айфоном, с 20 приложениями и фильтрами. Да-да-да. И мы их опубликуем. А где-то здесь внизу есть, наверное? Нет-нету. Но у них где-то на сайте это есть. Made with iPhone. Ну и опять же, все эти конверсионные... Просто настолько... Вот более конверсионные уже не бывает вообще одна кнопка. Да. Все. Тут дальше 5S-ку, если вдруг влог. Вдруг случайно, да. Да. А 5C-ку даже и хрен найдешь. Только зайти в сравнение моделей, и там все-таки прорваться, что ты хипстер и хочешь себе желтую мыльницу. Не, подожди, давай надо итог небольшой подвести. Вот для наших чуваков, которые нас слушают, да, вот они же тоже лендинги делают, да? Угу. Тут все... Интернет-магазины. Да, тут все очень в стиле Apple. Во-первых, тут минималистично все. Так. И это нам говорит о том, что если вы делаете ландуху, надо смотреть, для чего делаете ландуху. Если для Apple делаете ландуху, все должно быть вот так. Да не обязательно. То есть я имею в виду, что... Ой, замылина, какая хрена. Я имею в виду, что скорее всего сейчас интернет-магазины должны уже переходить на тот уровень, когда они должны за вас уже знать, что вам надо. Одна кнопка. Одна кнопка. И если вы делаете продажу дверей, вы сделаете сразу одну дверь сверху в трех цветах. И большинство пусть людей ее и покупают. Но это к вопросу о наших ста подкастах ранее про Бургер Кинг и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да, о том, что заходишь и не понимаешь, что. А здесь вот уже понимаешь. Да. Вот юзер-центр должен быть дизайн. Только с нами вы будете самые лучшие, потому что у вас выбора нет. Вы приходите и все в золоте. Берете просто и все. Так, давай попробуем продолжить про Apple, но уже с уклоном в веб-технологии. Как ты думаешь, возможно это или нет? Ну вот на таком сайте возможно про веб-технологии давай. Чувак. Чувак. Так. Нолан Лоусон. Непростой. Hi, I'm Nolan. I write apps for Android and the World Wide Web and this is where I talk about programming. Brother. Да. Так. Короче говоря, он пишет статью Safari, это новый интернет-эксплорер. Причем, я так понимаю, негативная как раз, да? Ну, естественно, ты видишь его. Какое? Тем более, он для андроида пишет. Как ты думаешь? Вообще, на самом деле, я вот сейчас это прочитал, что он андроидный, и мне очень это помогло сейчас в том... Картину? Да, мне дополнило. Короче говоря, чувак пошел на конференцию EdgeConf. Edge это острие, так скажем. То есть, там все самое вкусное, последнее, лучшее на этой конференции. И он пришел туда, и там все говорят про Service Walkers. Это когда параллельно JavaScript выполняет, что там... Я так понимаю, я сейчас могу... Пишите в комментариях, если я неправильно сказал, что такое Service Walkers. Если вы были на EdgeConf. Да, Web Components, Components, это вот эти... Не буду говорить, да, там что? Shadow DOM, это когда у вас подгружаете кусочки HTML, так вот... Ну да, вы поняли, короче, что мы во всем этом разбираемся. На EdgeConf мы не были, веб-манифесты и так далее. Говорят про самые супер-топ-лимитед штуки. А я, знаешь, почему сначала подумал, что это Microsoft-овская конференция? Edge. Да, согласен. Но он здесь говорит, что были все вендоры и Google представители, и Mozilla, и Microsoft, и Opera. И все они говорили о том, что круто-круто, такие API новые, все круто, мы их имплементируем. А вот Apple-овских чуваков не было. При том, что все сидели с MacBook'ами. Да, он говорит, все сидят с MacBook'ами, но и все все время говорят, про них еще все время так говорят, как про Wollandemore, это компания из Калифорнии. Или определенная фруктовая компания, да. И то есть, несмотря на то, что все были с MacBook'ами, все соглашаются, что Safari немного отстает. И вот, типа, он как и Е, он сейчас набирается база пользователей с Safari, но реально, MacBook' это единственный компьютер продажи которого растут. И растут, как вы понимаете, не только среди веб-разработчиков, они-то всегда на MacBook'ах сидели, а среди домохозяек американских. И они-то все будут пользоваться Safari. И, о ужас, они не смогут вкусить сервис-вокеров, потому что они еще не полностью имплементированы. Вот это поворот. Да, и он здесь очень сильно его бесит, кроме сервис-вокеров, которые, которые бог бы с ними. IndexDB не работает. Это оффлайн-база данных, которые ты можешь прямо у себя в клиенте хранить какую-то инфу. И если вдруг у тебя интернет отпал, ты можешь чуть-чуть подсерфивать страницу. То есть, у тебя подгружены все товары в базе, и ты можешь, ну, типа, Аяксова листать, грубо говоря, слайдеры, и он будет из этой базы подгружать картинки и рендерить тебе товары прямо on the go. И типа, есть много всяких оберток вокруг IndexDB. Вот здесь Local Forage, PouchDB, YDNDB. Это фреймворки, которые помогают писать на IndexDB. Вот они все не работают в Safari, более или менее. Так. Потому что в Safari половину не доделали еще для этого. И типа, это все фоллбэкается в WebSQL, которое я тоже не понимаю, не понятия не имею, что это такое, но это уже прошлый век. Вот уже только вчерашки делают на WebSQL. Вот. Но и чувака это сильно бесит. Так вот, и типа, Apple наконец-то после того, как год ныли все, пофиксила пару багов про IndexDB и еще и не все. И отмазались тем, ну не отмазались, а просто сказать, вот чуваки, нахрен вообще это надо. Вот зачем вы вообще этим говном занимаетесь? Так. И типа, ну окей. После этого, естественно, они все пишут, что вот, всего лишь раз в год выпускают новый Safari, ничего нового не добавляют, что прям вот мы все сидим, 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 а вы вот черти берете и не имплементируете никакие штуки. И типа, вот было круто в 10-м году, когда Стив Джобс вышел и сказал, мы типа не будем поддержать Flash, HTML5 это фьючер. Все вздохнули, подумали, Apple будет супер следить за всеми этими новыми технологиями, а нет, не получается. И несмотря на то, что многие всякие вещи были разработаны Apple-скими чуваками, типа, Touch Events, Touch Icon, WebSQL, которые уже списались и счетов, и вот Apple сделали. Но они перестали в какой-то момент типа этим всем заниматься. И здесь в конце есть типа всякие штуки, как мы можем типа повлиять. Ну не повлиять, а что нам делать? типа используйте то, что работало в 2010 году, а для всего остального типа используйте полифилы. То есть, грубо говоря, имплементируйте индекс DB, ну и используйте там 150 библиотек для того, чтобы в Safari это работало, как будто этого нет. То есть, типа progressive enhancement там это делаете и надеетесь, что в Safari это не сломается и будет работать как-нибудь просто как-нибудь. И типа contribute в WebKit, типа вы, он здесь нам пишет, типа если вы суперкрутые чуваки, что C++ там все такое знаете, вы типа реализуете это для нас. Там типа сделайте, чтобы это все работало. Ну и короче говоря, на самом деле здесь ему Apple ответили, какой-то ее осюки Нива в Apple ответили, что вот вы все говорите про все технологии, которые сделала Google. И во-первых, идите нахрен, а во-вторых, нам в Safari гугловские технологии без Chromium и без Blink прикрутить нереально. Потому что там уже настолько все проросло этим. Вот честно сказать, я не представляю, как это тогда в Mozilla прикручивает, в Firefox, если это супер такое гугловское. Но вот Apple отмазывается, что мы некоторые вещи мы принципиально не можем сделать, потому что разные браузеры. Пошли вы нахрен. И на самом деле мы уже неоднократно говорили, я не помню, в предыдущем подкасте или в два подкаста назад, что вот вся шумиха вокруг таких новых технологий, мне иногда кажется, что эта шумиха искусственная, потому что знаешь, вот как недавно все спекулировали на том, что умерла Жанна Фриске, там писали, что прям этот запрос, ну вот все, что ее касалось, это были самые дорогие запросы, поэтому все издания писали любые статьи вообще, но только чтобы про это написать, только чтобы собрать клики и собрать бабки за рекламу. Вот мне иногда кажется, что веб-мир, он весь на это же уже сейчас нацелен. Все развивают новые технологии не для того, чтобы ими пользоваться, а для того, чтобы писать про них статьи, собирать рекламные клики. Да, да. То есть мы вот не зря шутим с Никитой каждый раз на эту тему, мне кажется, чуваки уже забываются. Они настолько все новое прикольное придумывают, чтобы потешить свое эго. это хрен, какие большие компании это используют. То есть если посмотреть в сторону Энтерпрайза, там все еще Джава-аплеты просто какие-то еле-еле как подключаются, о каких сервис-воркерах там даже никто не слышал. Потому что там, если у тебя Джава не обновлена, у тебя еще сайт работать не будет. Поэтому... Ну, видишь, смотри, мне кажется, чувак, чувак, он немного по детям. Ну, то есть он сильно по детям. Во-первых, потому что... Естественно. Потому что Эпл, грубо говоря, сделали сафари, который тем самым домохозяйкам всем подойдет очень сильно. И у них все будет правильно показываться, все будет открываться, все будет быстро работать. И ничего не надо... И батарея не будет разряжаться. То есть как бы... Как раз-таки сафари для общего пользования охрененен. Поэтому, грубо говоря, то, что, короче... То, что веб-разработчики себе в любом случае будут устанавливать все браузеры, это как бы... Ну, это похрен. Они... Их меньшее количество по сравнению со всей Америкой, которая купит МакБу и с Китаем. Ну, видишь, он пока предпочитает думать, что он веб-романтик. Он хочет, чтобы веб развивался, чтобы все было тут круто. А на самом деле, вот кому бы нахрен это развитие упало? Все работает и все прекрасно. Не, ну, хорошо развивайся, но не всем же это толкать, грубо говоря. Ну, понятно. Он, как бы, понимаешь, оно бы лучше развивалось, если бы все были в этом заинтересованы. Но тогда, на самом деле, и прикол потеряется, мне так кажется. Уже будет неромантик. Уже... Ему точно никто не даст уже ничего делать. Уже взрослые дяденьки возьмутся и все. Ну, окей, нормально. Давай дальше. Что у нас там? У нас что-то там дальше тоже будет. А дальше у нас продолжение этой темы. Кроме того, что гонят на сафари, еще гонят на мобильной сафари. Я не понимаю, почему именно вот сейчас это все началось. Но, собственно, здесь прям даже ссылка на предыдущую статью, вечно у меня посещенная. Что? После того, как вокруг этой статьи сложилось большие дебаты. Кстати, опять же, чувак потом и стал сафари с днью AI2. Revenge of the link bait какой-то. Что такое link bait? Я понятия не имею. Но эту статью мы разберем в следующем подкасте. Я потому что только сейчас увидел, что она есть. Да, будем рассуждать, что еще этот хрен придумал. Ну, так вот. И здесь чуваки написали петицию в Apple. Типа, Apple, если вы не хотите сами нормально браузер развивать на iPhone, на iOS, типа уберите из правил, что нельзя никакой, ну, ты же знаешь, да, правило, что любой браузер, который ты делаешь на iOS, он на самом деле, хоть какие-то там настройки вокруг него, оберни интерфейс, он уходит все равно через Safari WebView. То есть внутри него крутится Safari и мобильный веб-китик. И вот они хотят, чтобы Apple убрали это. Типа, Apple, вы как бы что хотите? Если не хотите развивать мобильный Safari, то типа, уступите нам и уберите правило, что все должно через мобильный Safari делаться. То есть это, знаешь, это примерно как Америка нам говорит, типа, что у вас вот законы внутренние неправильные. Но я не знаю, как без мата нормально сейчас в подкасте сказать, куда идти этим людям. Вот я бы на месте Apple примерно так же этих людей послал. Даже Джейка Арчибальд, который в Chrome Team, ну, то есть он в команде Chrome, он вот и пишет, типа, если вы Apple специально задерживаете веб-платформу в Safari, не хотите ее развивать, типа, я бы хотел, чтобы вы хотя бы тогда добавили другие браузеры на iOS, чтобы кто-то другой мог это сделать за вас там. Вот такое. То есть вот такие заявления себе позволяют. я бы, знаешь, что хотел посмотреть? Вот мне просто интересно, по-любому же люди, которые сидят на айфонах, ну, у которых есть айфоны, да, и люди, у которых есть маки, вот, скорее всего, люди, у которых есть маки, они больше переходят на Chrome, чем люди, у которых есть айфоны, ну, ставят Chrome себе в телефон. Ну, грубо говоря, то есть, скорее всего, на телефонах уже спокойненько привыкают к Safari мобильному. Ну, потому что уже несколько лет нет никакого выбора и не предвидится. Нет, некоторые же всякие долфины ставят, всякие бреды мобильные. Да, но оно же в любом случае ходит-то через Safari, еще раз предъявляем. То есть, Opera Mini, она только через свои сервера кэш берет и тебе показывает его и все такое. Понятно. Ну, вот, вот как-то, да. Такая, причем у нас дальше снова хейтерство. будет следующей темой. И снова про Apple. Ну, оно все равно, оно как бы, оно смешное. Хотя хейтерство, вот следующее хейтерство, оно прикольное. Оно не то, чтобы сильно необоснованное. Господи, оно, они все, все, все вот то, что мы сейчас с тобой читаем, еще вот это сейчас прочитаем, это все глаз детей в пустыне. И придурков, которые просто вот хотят, они хотят, чтобы было по их, и их расстраивают, если не по их что-то. Ну, похренеть. Короче, статья на блоге Chizavi Watch Sik. Это какой-то поляк, написал 30 июня 15-го года. Так. И началось, начало так. Я так хотел переключиться на Apple Music со Spotify. Я так хотел. Не потому, что Spotify это плохо, а потому, что будет прикольно что-то как бы поменять. Вообще, чувак, ему нравится Siri, ему нравится Apple, все круто. Я поставил 84 iOS, типа поставил Apple Music. Но вообще, но здесь как бы вывод, он сразу же в самом начале. Но вообще, вот со Spotify то я похоже типа не уйду. Да. И это, естественно, во-первых, заголовок у статьи Apple Music из Usability Nightmare. Почему я когда навожу, у него тире появляется? Это у него Usability. Круто. Скорее всего. Короче говоря, чтобы вы понимали, ну, давайте. новый вышедший Music оказался для чувака очень непотребным. Вот просто непотребным. Он, во-первых, сначала начал, с самого начала, когда запускаешь Apple Music, он начал грешить на пузырики. То, что составление своего. Давай покажем. Я тебе показывал здесь за кадром. Apple Music Bubbles, да? Черт, почему-то не сохранился запросик. А вот, вот он, вижу. Вижу, вижу, вижу. Там вас встречает вот такой интерфейс, который вам предлагает выбрать жанр сначала. Кстати, поговаривают, что это из Beats Music приложения, когда еще Apple его не купил, оттуда это взяли. То есть, вот, я так понимаю, да, вот в Beats Music было вот так. Ну, я не знаю, это пугает людей или нет. Вот меня бы это не испугало, я бы отметил, и пофигу. Прикольно было. Он же, собственно, даже не сказал, что тут плохо, он только лишь сказал, что тут слишком общие жанры. Так это и есть испугало. То есть, значит, блин, а че съел сейчас вместо Classic Rock? Ну да, вот он писал, типа, я вот люблю Celtic и Symphonic Metal, но не люблю Dead и Black Metal. Ну, если бы... И как, типа, быть, а южать у меня Metal или нет пузырик? Вот если бы мы Celtic и еще Metal туда дописали. Ну, короче говоря, чувак немного попутал, хотя, может быть, в Spotify. Рамсы, как у нас говорят, в членский попутал. Короче, Metal, он сделал себе плейлист, он сделал себе, значит, и начал в него бахать свои любимые группы. Причем, чтобы вы понимали, он именно хотел выдрочить плейлист, то есть, чтобы каждый трек был идеальный, он хотел сделать плейлист мечты. Как у кого-то был в Винампе в школьные годы. И он, когда сказал добавить, типа, в плейлист, у него вот такая хрень появилась. Он ввел Opeth. Это какая-то группа. Я вот, в принципе, тоже жестяк слушал в какой-то момент, но такой не слышал. Но это их польская возможность. Видимо. Здесь нам предлагают их альбомчики, песенки и уже готовые плейлисты. Введение в Opeth, Goia Influences, Gojira, Epic Metal Instrumentals, то есть, плейлисты от Apple Music Metal. Уже составленные. Да, да. Так вот, он сначала начал добавлять альбомчики. Типа, ему по прикольчику, он говорит, типа, я добавил Pale Communion весь альбом. Всё, я нажал плюсик, появилась галочка, типа, я добавил, где здесь вот галочка. Но, говорит, из другого альбома я не хотел все песни. Я вот хотел по чуть-чуть выбрать. Всё, поэтому я нажал типа, вот на заголовочек Songs. Нажал, и там песни были, но не подряд из альбомов, то есть здесь общий, как бы, так скажем, общий, чёрт, не могу придумать. Короче говоря, несколько песен. Он попытался по одной их добавить, но ничего не получилось. Надо было жать на то, ну, то есть он жал на заголовки, ни хрена не добавлялось. Он жал на каждые точечки, чтобы добавить в My Music, типа, в мою музыку. Но в плейлист добавить не мог. Хорошо, говорит, зашёл в, вот в этот плейлист, хотел точнее в него зайти, чтобы из него подобавлять. Зайти в него не удалось, даже если он нажал на заголовок, сразу добавилось в плейлист. После этого он пытался удалять, удалять из плейлиста можно только по одной песне, причём сначала нажать минусик, а потом здесь ещё нажать delete. Он сун. Нахрена он не сделал скрины на английском, я не понимаю. Он уже написал пост, в котором, типа, истирается, но сделайте, чтобы хотя бы можно понимать, что ты там хочешь. Всё, по одной он поудалял, ему не понравилось. Он, так, чё он тут дальше, я уже даже забыл, мы с тобой тут хронологию восстанавливали. Да смотри, он потом начал, во-первых, у него не удалялось, потом у него трек не удалялся. А, потом он вышел из плейлистов, зашёл в моя музыка и увидел, что всё, что он добавлял в плейлисты, ещё в мою музыку добавился. Он давай оттуда удалять. А чтобы оттуда удалить, вот у него здесь скриншот, там целое дело. Да, там 4 раза надо нажать, выбрать песню, нажать на 3 точечки, выбрать удалить и ещё раз нажать удалить. Вот он так удалял, удалял, удалял и какая-то песня одна у него не удалялась. Он здесь даже видосик записал, как он жмёт. Он жмёт? У жмёжмя, у сун жмой межмя. Да, удаляется. И не удаляется. И типа его это бесит. Он поставил себе iTunes 12.2 на Mac. Я не знаю, на чё он здесь. Наверное, на Mac. Да, Mac App Store. У него Apple Music там не появилась. Как ни трудно догадаться, все фейлы случились именно с ним, потому что у меня сразу появилось, когда я поставил. А ему надо было зайти в настройки и поставить галочку Show Apple Music. После этого он понял, что у него здесь в My Music был удалён этот трек, но на iPad он так и не был удалён, который он там пытался удалить, который он там перезапускал iPad, но ничего не работало. Да, да, да. Вот. И отсюда он тоже пытался добавлять песни, но просто из песен не добавлялась, а из вида альбома эта песня добавлялась ADD2 плейлист, а там не было. Только ADD2 My Music. После этого из, вот, кстати, Metal, вот так, когда ты плейлисты называешь, просто Metal, но кочевряжешься, что у тебя там одной песенки не хватает какой-то. И, но причём, когда он уже в какое-то другое окно зашёл с этим альбомом, там ADD2 не было вообще, только Up Next было. Короче, и когда несколько выделил, тоже добавить в плейлисты уже нельзя, можно только добавить типа в следующее прослушивание. Ну, кстати, подожди, вот знаешь, мы сейчас всё это читаем, меня это наталкивает, знаешь, на чё, на какую мысль? Вот, по-любому же люди делятся на два типа, по классике, что ты вот слушаешь полный альбом, и ты как бы чувствуешь полностью настроение всего альбома. Или ты вот будешь в плейлист выбирать какую-то одну песню, там, это сам. Нет, те люди, которые по одной песне слушают, они плейлисты даже делать не будут. Не, ну, он-то и для этого и сделал плейлист, чтобы, видимо, слушать по одной песне из каждого. мне кажется, он просто относится к такому типу людей, которые очень скрупулёзно. Он так и не послушал музыку, он в итоге ушёл, разозлился, бухнул, что-нибудь просто, и всё, да. Ну, Spotify, во-первых, давно очень на рынке, давно здесь сидят. Ну да. Они уже всё знают, вот на таких задротов все рассчитаны, и там уже всё сделано давно, поэтому, ну, чувак боль познал, короче говоря, и он здесь как бы в конце оправдался, знаешь, как в ролике, где мексиканец ржёт, потом он на секундочку, типа, ну, подождите, давайте серьёзно, вот он говорит, ну, подождите, давайте серьёзно. Я понимаю, что, типа, я про, только про плейлисты в основном говорил, и, типа, некоторые вещи Apple Music делает круто. Например, 3 месяца бесплатно. Да, и, например, то, что, вот я когда добавил, там, своих артистов, мне сразу, типа, такие плейлисты, знакомьтесь с Крилекс, и там, типа, лучше его, там, 20 треков. Я вот спокойно послушал, и я абсолютно не напрягался по этому поводу, мне даже было прикольно. У нас один древний подписчик, который нас считает, мне кажется, только из-за поста на 2 ночи, 6-7-0-0, как все знают. Короче, он, ну, то есть, Илья Гепп, он сегодня написал, знаешь, что в новостях, я читал, я просто сейчас тебе расскажу. Он, может, уже не читает, я давно его не видел. Ну, ну, вот хрен с ним, короче, суть в том, что он написал, что Apple Music, его, знаешь, чем, его обескуражил, Apple Music, он установил, начал слушать один трек, ему начали советовать другой, третий, все ему нравятся, и он не может жить из-за этого, из-за того, что я, говорит, не могу остановиться, я слушаю музыку, все идет по плану, как гражданская оборона. Так ты представляешь, когда за это еще деньги надо будет платить? Ну, а что? Ну, кто-то платит за альбом, я вот покупаю альбом, они каждый там стоят 150 рублей. Я, конечно, не покупаю каждый месяц по альбому, а здесь каждый месяц надо будет 170 отстегивать. Кстати, лайфхак, если ты, допустим, с кем-то скайперировался, например, со своей девушкой, ты можешь сделать семейный доступ и скидываться, если вы скидываетесь с девушкой, например. Да, и такие люди, наверное, есть. Обычно ты это не лайфхак, а ты еще больше бабок отдашь, понимаешь, и все, ничего хорошего из этого не было. Лайфхак это будет. Ну да, кстати, любопытный твит заметил, это, кстати, я заметил, что Apple Music это на самом деле Ember.js приложение. Ember.js это такой небольшой фреймворчик по сравнению с ангуляром и бэкбоуном. Но с бэкбоуном он небольшой, а на самом деле он тоже вполне себе такой нормальный. они не будут использовать ангуляр, потому что это противоправная технология для Apple. Согласен, да. Ну, как бы то ни было, Ember.js, пишите в комментариях, как вы считаете, могли бы вы на Ember.js сделать Apple Music? Или скажите, может быть, только поэтому в плейлисты коряво добавляться, в Ember.js для тех, вот для плейлистов не дописали еще, скорее всего. Так и из-за этого все плохо. давайте уйдем от Apple, попробуем, если это вообще возможно. У нас там просто еще очень сильная тема в конце, я так думаю, если мы перенесем на следующий раз. Да, давай WordPress и... WordPress и будем расходиться. Ну, почитаем с YouTube еще коммент. Кстати, да. Ты любишь это, всегда напомни. WordPress 4.3. Еще немножечко новостей. Ну, может быть, даже лучше начать с того, что вышла первая бета WordPress 4.3. Короче говоря, вышла первая бета WordPress 4.3. И типа, что нового? Кроме того, что в кастомайзере теперь можно меню менять. Мы с тобой уже это обсуждали как-то раз, это старая фича. То есть, о, блин, где это? Опять в кастомайзере. Здесь нету, здесь нету скрина, но вы помните, там просто, ну, выезжает меню и все. Теперь есть такая штучка сайт-айкон. Можно фав-иконку самому в визуальном редакторе сделать, изменить. И что будет? Ну ничего, она и в фав-иконку поставится и в Apple Touch-иконку. Вау. То есть, прям вот тут просто в настройках будет пункт сайт-айкон, ты хоп, сделал и все. Это, кстати, собачка этой, как ее? Да, да, это ее собачка. Да. Так, окей. Так вот, я до этого, кстати, пользовался плагином, ну, если не пользовался премиум темой One, обзор, на который мы сделали, это лучшая тема для WordPress, обязательно посмотрите. Вот на это-то я оставлю подсказочку. 57-ая минута One. Так. Так вот, если ей не пользуетесь, где уже в опциях прямо можно ссылку на фав-иконку и вот это все указать и будет. Я пользовался еще плагином Blog Icons от UASTA, который он не обновлял пару лет, но на самом деле там и нехрен обновлять. Все работает, да? Да, оплодишь фав-иконку, оплодишь тач-иконку и все круто. По-моему, даже она для админки иконку, хотя нет, это уже совсем другая история. Так вот, и еще из важного или из неважного поддержечка от TinyMCE редактор обновили, который внутри вот этого редактора, ну, постов, вы поняли какого. Добавили штуку, что если вы делаете, например, блин, тут буду лучше читать, скобочку вправо пишите, анхоп и блок клоуд тег генерирует. Блин, то есть один точечкой делаешь, анхоп делает нумерованный список. Прям, то есть, круто. Это для писателей, для писателей. Здесь еще сказано про Better Passwords, фичу, короче говоря, заходишь в этот, в редакторы пользователей, тебе WordPress, я так думаю, придется все-таки сделать. Я еще более полную статью видели, видели, видел на WP Magi. так, там было тоже про то, что вышла новая бета, я ее там читал и там-то покруче было, там с картинками это все было, видимо, меня проучили. Вот, видишь, работа с меню, сразу видно, как это выглядит. Вот она, файл-уклонка, надежные пароли, здесь есть, типа, кнопка сгенерировать пароли, там вот такой досвидостей генерирует, WordPress, чтоб точно не взломали. Вау. Про редактор здесь прям гифочки, это показано. Что-то уже не WordPress, а машину. Да, списки записей на мобиле теперь так сверстаны, что не вот так в длинную колбасу столбики, а хоп-запись и вот тут вот так вот аккуратненько указано. Кстати, да. Это круто. Теперь с телефона еще проще. Теперь вниз колбаса просто. Ну, какая, ну, колбаса, она когда вниз, понимаешь, она понятнее людям, чем когда она в сторону. Да, для разработчиков там поддержку PHP 7 внедряют, нужно теперь конструкторы классов, чтобы правильно было. вот через такие штучки обращаться к родителю. Неплохо. К родительскому конструктору. Честно сказать, не знаю, как надо было до этого обращаться. Но с учетом того, что надо обращаться через parent и с учетом того, что конструктор так и делался через два нижних подчеркивания, мне кажется, я так и делал. Я просто это как бы как скопировал один раз, так и копировал после этого все разы, когда писал классы в PHP. А, и самое главное, шаблон singular.php будет. Который, если нет single.php page.php, все будет fallbackаться в singular.php один общий. Понял? То есть его еще обобщили перед индексом. Подожди, а в что-то же раньше и так fallbackалось? Ну, сингл, если его не было в индекс fallbackался, никуда больше. Но это было для постов. А для page был page, если не было, то в индекс уходило. Теперь между ними еще есть singular. Вау. Причем, скажу в оправдание WordPress'а, функция из singular была уже очень давно. То есть если вам надо было проверить и с пост и страницу, не обязательно было проверять из сингл и из page, можно было просто из сингл проверить. Работало. Я это часто очень делал. Поэтому теперь вот и шаблон появился. Ну, окей. С учетом того, что я всем рекомендую темки для WordPress писать на фреймворках типа Genesis'а, там нету таких шаблонов. Там ты пишешь просто приложение, что такая-то функция то-то ты вешаешь на экшен и на хук, если singular. То есть тебя интересуют только условия. Если singular, ты это делаешь и поэтому то, что добавили шаблон, как бы тебе и похрену. Потому что у тебя все генерируется вообще из functions PHP. Типа терминатора Genesis. Я просто не мог. Да, это не плохо. Ты долго еще как-то это копил к себе. Давай посмотрим, что по комментариям. Давай, есть что по комментариям. Давай. Я думал, ты на УВД геймсе, если честно. Нет, а зачем нам так быть? Давай, в прошлый раз смотрели нормально, комментили даже нормально. Любимая игру запороли гомосяки. Это как-то что за любимая игра? Я вот не знаю, что такое. Д.О. Рулит. И почему запороли гомосяки? То, что очки, что ли, текстурка не подгрузилась? Я тоже не знаю. Я шутку не понял. в смысле, подожди, это, наверное, что-то имеется в виду с геями кто-то. Что-то. А, типа это геи, наверное. Ну, то, что, видимо, розовые очки геи сразу автоматически. Это просто текстура не подгрузилась, поэтому о чем тут говорить? У нас какой-то спамовый коммент есть. Парни, у вас не встречался плагин для оптимизации Media Library? Типа такого, только бесплатно не встречался. это просто не спам, подтверди, пацана. Ты думаешь, что кто-то будет ему отвечать на это? Просто мне нечего ответить. Окей, давай дальше. В этот раз было поменьше про технологии, но все равно приятно послушать последние новости. Пропаганда и поддержка геев про ченечести до абсурда уже дошла. Везде теперь вижу эту символику. В логах гугла, даже в кнопках закрытия мака. Это вот в каких, простите? Вот в этих видео. Очень надеюсь, что Марк Шаттлворд не позволит разукрашивать Убунту этот бред. Потихоньку скидываю ваши интересные подкасты друзьям. Подбивай их на подписку. Спасибо. Во-первых, спасибо за то, что подбиваешь. Александр, да, за то, что подбиваешь. Это круто. Ну, в этот раз тоже было поменьше про технологии. Хотя, ну, тут было про Safari, но, наверное, это опять же про радугу получилось в твоих глазах. Но на самом деле у нас в темах еще была сегодня статья про программирование классами в JavaScript с фронтендера. Мы хотели прям подробно ее разобрать, но просто по хронометражу не получится. Артем, спасибо опять за таймстэмп, я их добавил. поздновато, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Он причем добавил вот такой еще таймстэм, обзор комментов к предыдущим подкастам. Блин, он скоро, знаешь, будет добавлять обзор моего коммента. Обзор комментов Артема, парочка, Это и есть он. У меня, конечно, не бомбит на геях, но эти пыры украли у нас радугу. Да. На счет сегментов Яндекс.Метрики сразу вспоминаются да, скорее всего, программист Ры. Don't use pie charts. Классный обои, дайте кто-нибудь ссылку. Все обои всегда у нас в sunsplash.com. Обои, неточный снег, спасибо за ваши подкасты, как-то я даже не ответил. У нас какой-то моби опубликовал в Google+. Да, Юджин Шерлаимов. Спасибо ему. Шерлямов. Ребята, из Титиграм оперативно добавили пробел футера, подняли цену за сиську на 100 рублей. Вам пора брать деньги за аудит сайта. За одну сиську. Ну вот такие вот у нас были комментарии в этот раз. Да, надо, наверное, заканчивать. Кстати, Никита, как тебе сегодняшняя бойка? Опять в конце это обсудим, не в начале. Блин, мне, она, знаешь, из-за того, что здесь есть живое существо, она еще более какая-то такая душевная стала. Из-за того, что здесь как бы лось тянется к свету, он как бы, он стоит на закат. Как ты думаешь, это закат или восход? Мне кажется, закат. Мне тоже кажется, какой-то он желтоватый. Восход обычно не в ярких красках, он обычно такой белый какой-то, если угодно. Да. А закат, он всегда желтоватый, а потом розовый. Когда он уже уходит, облака еще чуть-чуть розовые от того, что где-то из-за горизонта еще солнце пробивается. Вот лось, думаю, скоро спать. А ты думаешь, это лось, не олень? У лося просто другие немного рога. Это олень. Я уверен, что это молодой олень. Молодой, ну ладно. Ты причем, кстати, мы косвенно можем судить закат это или восток, потому что здесь север, видишь, мох. И слева от севера запад, то есть это реально закат. Вау. То есть у нас здесь минутка познавательной биологии, выживаемости в пустыне, хотел сказать. А для меня это пустыня, чуваки. Здесь снег еще везде. Да, да. Кстати, я вот, у нас в Челябинске много очень красивых мест, причем прямо в Челябинске. У нас олени еще много в области. Я в детстве ездил в Эльменский заповедник, видел там живых оленей. после этого я уже в Германии, в Тюрингии видел живых оленей. Но это уже, опять же, другая история. Там, если видишь, есть еще олени. Вот тут черный силуэтик, здесь белый, я не знаю, это овцы какие-то или белые олени. Но вот это стопудово олень, вон там, видишь, рога еще чуть-чуть. Да, кстати, тут причем еще деревня, каким-то чистоколом, деревня, деревья чистоколом каким-то огорожен, заборчиком. Круто. Представляешь, сколько мы времени потратили на одну всего лишь вот такую картинку крутую? Да. Все обои с сайта unsplash.com, про которые мы неоднократно уже говорили в подкастах, поэтому не задавайте этих вопросов, лучше задавайте какие-нибудь интересные вопросы, на которых мы ответим или в комментариях, или уже в следующем подкасте. Кстати, подожди, я просто скажу, чтобы подкормлю, в следующем подкасте будет тема программирования классами в JavaScript. Ну да, я же уже это сказал, что мы ее перенесли, да, будет про... Причем прям там интересно поговорим про отличие классов от прототипов. Я даже не знаю, мне кажется, это все уже все знают давно. То есть это... Никто еще не знает. Заезженный... Ну будем думать, что никто ничего не знает. На тема заезженная, поэтому только мы ее сами знаем. Если бы она не была заезженная, мы бы как в сервис-вокерах здесь... Да, поправьте нас, вот все, о чем мы говорили неправильно, поправьте нас, пожалуйста, если вы знаете, чтобы мы как-то вместе с вами учились, учимся играя. Мы играем же здесь, когда это все записываем. Играем же, пишем эти подкасты. В светлом будущем, короче. Да. В общем, подписывайтесь на нас в соцсетях, вконтакте, в твиттере, в инстаграме, в фейсбуке и ставьте нам звездочки на iTunes, ставьте лайки на YouTube. Рассказывайте друзьям, как Александр, да, Александр? Черт, я не уверен. Как Моби? Нет, как Александр Логинов. Он не очень Моби. Он, возможно, оскорбится, если ты его с Моби я не про это подумал. Так что, да, увидимся через неделю, всем удачного дня, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok